Нехватка кадров в любой отрасли влечет за собой негативные последствия. В данный момент количество санитарных врачей по Акмолинской области не доходит до необходимых значений. Как это влияет на работу ведомства и какие меры предпринимаются для решения этой проблемы? Об этом и не только об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, это программа «Линия правда» и я ее ведущий Василий Павлиди. А сегодня у нас в гостях руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айна Гульмусина. Айна Гульмусина, добрый вечер. Благодарим вас, что пришли сегодня в студию. Ну и давайте, наверное, начнем не с вопроса по кадрам, а более такой яркий вопрос на повестке дня стоит. Вот в начале лета в регионе была зарегистрирована вспышка бруцеллеза. Насколько нам известно. Вообще, чем вообще характеризуется данное заболевание и насколько оно представляет угрозу для человека? Вот с этого можно начать. Бруцеллез – это инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных. Есть несколько путей заражения. Это может быть контакт на бытовой, когда при ухаживании за животными в основном болеют скотники, те, кто держит домашний скот. И может быть фекально-оральным путем при приеме пищи, зараженных продуктов. Для бруцеллеза характерно повышение высокой температуры. Длительная лихорадка может быть до нескольких месяцев. И чем опасно, что из острого состояния может перейти в хроническое и затем даже к инвалидности может привести. Поэтому мы всегда обращаем внимание жителей, то, что если есть температура длительная, то нельзя заниматься самолечением и необходимо обращаться за медицинской помощью. Ну, касательно вспышки у нас по заболеваемости среди людей, за это первое полугодие отмечается по сравнению с прошлым годом снижение в 2,2 раза. Это если в этом году у нас зарегистрировано 5 случаев, то в прошлом году было зарегистрировано 6 случаев. Это у нас по одному случаю в Аршалинском, Зерендинском районе и 3 случая в городе Капштау. Наряду с мониторингом и расследованием заболевания среди людей, санитарная служба ведет мониторинг и отслеживает эпизоотическую ситуацию по заболеваемости среди животных, так как люди заражаются от животных. И, к сожалению, вот среди животных у нас отмечается рост положительно реагирующего скота на 25%. Если в прошлом году у нас было зарегистрировано 455 случаев положительно реагирующего скота, то в этом полугодии уже 607. рост, как я сказала, на 25%. Поэтому это вызывает настороженность. И мы с ветеринарной службы отрабатываем комплекс противопедемических мероприятий для того, чтобы не заразились люди и не заболели. А чем вообще характеризуется бруцеллез не для человека, а для животных? То есть как это на них как-то влияет пагубно? Ну, здесь это больше вопрос к ветеринарной службе. Но хотела бы сказать, что есть специфическая профилактика. Это вакцинация скота от бруцеллеза. Также в ветеринарной службе проводится обследование скота на наличие бруцеллеза. Это весной перед выпасом и вот в августе тоже второй раз, вот сейчас 1 августа будет обследовать. И вот те цифры, которые я назвала, это было выявлено при обследовании лабораторных животных. И когда выявляются положительно реагирующие животные, их в течение 15 дней должны сдать на переработку. Мясо положительно реагирующего скота, оно условно пригодным считается и допускается переработка на мясоперерабатывающих комбинатах. Вообще бруцелла, она во внешней среде живет в воде до 60 дней, в замороженном состоянии до трех месяцев может быть, а при кипячении погибает мгновенно. Поэтому вот сам технологический процесс приготовления консервов, колбас, вареных, полукопченых, он предусматривает варку и копчение, пропаривание при высоких температурах. И поэтому здесь стопроцентно идет уничтожение патогенных бактерий. То есть при производстве шанс заразиться? Да, поэтому разрешается переработка на мясоперерабатывающих комбинатах. У нас их по области три предприятия, которые занимаются. Это в городе Каштау, Бижан в Сандыктаусском районе ИП грибов и в Астана Продукт, это в Кругложинском районе, три предприятия, которые занимаются переработкой и специально утверждены графики. В отдельные дни принимается зараженное мясо от положительно реагирующего скота. Оно является условно пригодным. Поэтому в социальных сетях недавно был ажиотаж, и все журналисты звонили, уточняли. Это допускается согласно санитарно-ветеринарных требований, так как бруцелла погибает при кипячении практически мгновенно. Наиболее опасность в данном случае при заражении бруцеллезом – это молочные продукты. Потому что сейчас сезон большого молока, и мы видим в местах стихийной торговли, продается сметана, кефир, молоко домашнего производства, которое не прошло достаточную термическую обработку. И вот здесь есть риски заражения людей, если покупать продукты в местах не установленной торговли. А вообще удалось ли данную вспышку как-то локализовать или устранить? Как именно вообще процесс регулирования бруцеллеза происходит? Ну, когда выявляется положительно реагирующий скот, ветеринарная служба, она информирует органы санопеднодзора. Мы проводим обследование контактных в очаге, всех, кто проживает в очаге. А ветеринарная служба отрабатывает с хозяйствующими субъектами, физическими лицами по утилизации скота. Ну, на сегодня, вот мы буквально на той неделе проводили совещание, из 607 голов на сегодня 30 голов еще остается не с данными на переработку. Но там есть свои особенности. Если скот вакцинированный, то там допускается, что он должен выдержать период инкубационный, пока не закончится срок действия вакцинации. Поэтому данный скот изолируется и не выпускается в общее стадо, чтобы не заражали остальных животных. Ну, вот как бы косвенно можем определить, качественно ли проводятся мероприятия по заболеваемости среди населения. Если среди людей заболеваемость снижается, это говорит о том, что комплекс противоэпидемических мероприятий будет проведен своевременно и качественно. Если бы был рост, то мы бы говорили о том, что данные мероприятия приведены некачественно. А так как мы видим, что в два раза снижение, то данная ситуация на контроле и все мероприятия проводятся своевременно. Так, ну и не отходя от далекого тем заболевания, хотелось бы еще уточнить по поводу кори. Вот буквально недавно была новость о том, что 12 человек из-за границы привезли вирус кори. Вообще, какова ситуация с корью в Акмолинской области? Как с ней бороться, так сказать? Угу. Ну вот, когда комитет проводит анализ по эпидситуации по кори, то в Акмолинскую область мы входим в регион условно благополучный по кори, потому что у нас на сегодня зарегистрировано 39 случаев кори, из них 23 лабораторно подтвержденные. Заболевают у нас в основном дети, и это дети непривитые. У нас заболело 21 ребенок из 23 случаев подтвержденных, 21 это ребенок до 14 лет, и из них 12 человек, 18 человек это непривитые, 4 из них это которые по отказам от вакцинации, ой, по медотводам, остальные родители отказались от вакцинации. И это говорит о том, что вакцинация и вот в данном случае она эффективна, потому что болеют в основном непривитые дети. У нас в начале было два случая, это завезенные с Египта, когда это было еще в начале, когда на одном борту летели с зараженным корей и непривитый ребенок, он заболел. Поэтому вакцинация детей проводится в год до полтора года, первая прививка, и вторая вакцинация проводится в 6 лет. Поэтому уважаемые родители, если ваши дети еще не привиты против кори, то обязательно нужно привиться, потому что на сегодня эпидемическая ситуация в целом по республике неблагополучная. По рекомендациям ВОЗ, вообще один случай кори считается уже вспышкой. А у нас уже в территории области 39 случаев. И сейчас летний период, много детей выезжает в южные регионы, в Алмату, а там ситуация гораздо сложнее, потому что там более 2000, ну по Алмате уже порядка 2000 случаев кори зарегистрировано. Поэтому риски заражения есть, особенно сейчас летний период. И вот по прогнозу, сейчас, когда начнется учебный процесс и когда дети вернутся в садики, вот здесь есть риск роста кори, потому что будет тесный контакт в школах и будут контактировать и могут заразиться. Поэтому, уважаемые родители, если вы не привили или по каким-то либо причинам отказались от вакцинации против кори, то необходимо привить, потому что кори – это высококентагиозное заболевание, оно опасно своими осложнениями, и чтобы ваш ребенок не заболел и не было каких-то тяжелых последствий, лучше привиться. – Так, ну и давайте вернемся к нашей, можно так сказать, главной теме. Ведь довольно актуальна вообще сейчас проблема нехватки кадров в стане санитарных врачей. С чем, на ваш взгляд, связана данная проблема и вообще какое количество работников, медработников в целом по региону санитарных? – Ну, вообще, вот период пандемии, он показал острую нехватку кадров, потому что последние семь лет мы пережили пять реорганизаций. И, к сожалению, каждая реорганизация приводила к потере то, что уходили квалифицированные кадры. У нас на сегодня 197 штатных единиц, из них 27 вакантных. И из этих 27 у нас три руководящих должности. На сегодня у нас вакантная должность руководителя Жаксинского районного управления, Коркалжинского и Гиндекольского районного управления. Нет у нас руководителей отделов в Целиноградском, Степногорском и Астраханском районах неукомплектованы. И 10 ведущих, 10 главных специалистов. Ну, причина, по какой не идут в санитарную службу, к сожалению, несмотря на то, что специалисты санитарной службы являются медицинскими работниками, и мы являемся медицинскими работниками, обучаемся мы в медицинских университетах и академиях, но по статусу мы являемся госслужащими, мы не приравнены к медицинским работникам, поэтому мы не имеем тех льгот, которые имеют медицинские работники. А это выплата коммунальных пособий, выводоподъемных, участие в программах с дипломом СИЛО. Получается, наши специалисты не могут участвовать, так как они являются госслужащими. Это, конечно, один из немаловажных вопросов, потому что сейчас выпуск специалистов проводится на базе факультетов общественного здравоохранения. Специалисты по данной специальности могут идти и в медицинские организации, и в санитарную службу. Но для того, чтобы пойти на госслужбу, здесь нужно пройти тестирование, нужно пройти собеседование, а в госучреждения, это в больницы, в лаборатории, они могут пойти, просто написав заявление. Вот это тоже конкурсная процедура. И государственные служащие, они не имеют права где-то подрабатывать. А в госучреждениях, если ты не госслужащий, ты можешь подработать в разных местах, и за счет этого повысится твой материальный доход. Зарплата, конечно, низкая, но регулярно поднимаются вопросы. Я думаю, в ближайшем будущем этот вопрос положительно решится. У нас в этом году наконец-то решение принято в целом. Наверное, два года пандемии повлияли и показали, что необходимо восстановление медико-профилактического факультета, который бы готовил непосредственно санитарных врачей, гигиенистов, эпидемиологов. В этом году первый набор. С 2018 года не было выпуска. И сейчас 100 грантов выделено на республику. Это, конечно, не перекроет дефицит кадров. 50 в Карагандинской медуниверситете, университете, в МАТЕ университет Асвендиарова 25, и в МОА медуниверситет Астаны 25 грантов. Выделено. До 20 июля проводился прием документов. И вот очень приятно у нас в социальных сетях в период ковида у нас был наш такой ярый, как бы поддерживал комментариями. Выпускник в этом году школу закончил, и вот в социальных сетях он написал, что он подал документы на медико-профилактический факультет. И сейчас мы написали письмо Акима области, чтобы рассмотрели вопрос выделения, включения в перечень специальностей, которые обучаются по гранту Акима области, именно специальности медико-профилактическое дело, врач-гигиенист-эпидемиолог, чтобы укомплектовать кадры. К сожалению, еще в этом году набор будет, но еще 5 лет нужно нам подождать, пока укомплектуются, пока выйдут новые специалисты. Но пока те, кто у нас работает, они, несмотря на нехватку кадров, нагрузку, в принципе, с учетом того, что у нас эпидемиологическая ситуация стабильная, мы стараемся, поддерживаем, полностью выполняем здесь комплекс, возложенные на нас обязанности. Ну, конечно, хотелось бы, вот сейчас еще идет прием документов выпускников и те, кто желал поступить в медицинские институты. Пожалуйста, сейчас есть возможность поступить, и, я думаю, если, наверное, не укомплектовались гранты вот в этот период, наверное, будут какие-то дополнительные еще конкурсные процедуры. Поэтому, уважаемые родители и выпускники этого года, посмотрите, может быть, есть еще возможность поступить на медико-профилактическое дело. Это очень интересная специальность, ну, практически это следователь, да, и вот если, как говорят, врач лечит одного человека, то санитарный врач лечит, профилактика это всего, как бы, население. Это более масштабно, более глобально, и вот в отличие от лечебников, то выпускники медико-профилактического отдела, они выходят магистрами, а лечебники, они бакалаврами, и им необходимо дальше продолжать обучение. Вот это есть разница, и думаю, это тоже интересно и актуально в наше время. Ну что ж, хотелось бы, конечно, верить, что как можно больше действительно работников именно пойдут в санитарную эпидемиологическую службу, и зарплаты вам повысят, и, в принципе, я думаю, что это действительно очень важная и нужная специальность в нашем мире, и ковид это действительно показал. Ну, вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию, о том, что рассказали и о болезнях, и, собственно, о ситуации с кадрами. Спасибо вам еще раз большое, но время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. В студии работал Василий Павлиди, и пусть вас всегда ведет только одна линия, линия правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова